О, ДЕС, СА. Шесть букв, но две из них одинаковые. Совершенно верно. Значит, пять в КТ. Неверно. Неверно. Сейчас. В слове «ОДЕССА» две одинаковые буквы. Четыре буквы О, ДЕ, И, А. О, ДЕ, А можно поставить четырьмя разными способами. Первую букву С. Ответ какой? Неверно поставить пять способами. Какой ответ? Сколько способов для слова О, ДЕС, СА? Сейчас. Четыре буквы О, ДЕ, С, СА. О, ДЕ, С, СА. Из этих букв, которые не повторяются, почему нет, даже вот так, вот так возьмем. Считая одну букву С, их пять. Пять факториалов поставили. Да, пять факториалов. Последнюю букву С можно поставить шестью способами. Шестью спереди и вот так. Значит, он мне однажды. Значит, я думаю, это надо. У меня шесть. Нет. Да, мы решили. Ну и как? Шесть факториалов. Ответ не верен. Ответ не верен. Буквы О, ДЕ, С, А. Можно поставить пять факториалов разными способами. Остается еще буква С. Одна буква С остается. Ее можно поставить шестью разными способами. Понятно. То есть решить не можете, да? Думаем. Задача очень важна, поэтому давайте-ка мы ее решим. И пять. Ну, они разные, вот эти. Вот эти, считая эту. Они все разные. Какая разница? Вот это больше. Вот, например, С1 и С2. У нас нет наживания С2. Ну и что? Смотри. Какая разница? О, ДЕ, С, С, А. Или вот такая С и такая С. Или О, ДЕ, вот такая С и вот такая С. Какая разница? Это одно и то же СО. Это не два разных варианта. Поэтому у нас нет разделения С2. Разные С. Я знаю. Я знаю. Берем любую С. Любую нам без разницы. Если я говорю 4 вактория, перенатяжу. Давайте мы сделаем так. Мы изменим задачу. Вместо слова Одесса возьмем какое-нибудь слово попроще. Мама. Ну, даже мама, наверное, слишком сложно. Давайте возьмем слово из трех букв, и чтобы там были две одинаковые. Или. Или. Отличное слово. Или. Какой вариант? Две буквы И, Л. Без последнее И. Могут стоять два факториала способа. Четыре. Два факториала способа. Глупости. Итак, слово ИЛИ. Какие слова можно получить из него перестановками? А, ИЛ на первом месте. Л, И, И. Дальше. Л, И, И. И, Л, И. То есть ИЛИ само, да? Да. И дальше И, И, Л. Отлично. То есть вариантов сколько? Три. То есть смотри, буква Л стоит на каком-то месте из трех, а буква И заполняет все остальное. То есть ответ какой? Три. То есть ответ три. Ответ три. Хорошо. Слово Мама, которое вы уже сказали. М может стоять на первом месте. Сколько вариантов? Четыре. Неверно. Мама, Эбл, А. Выпишите все слова. А, стоп! Там даже ничего не надо выписывать. Почему? Потому что, смотрите, я когда ставлю М в начало, то реально мне надо решить задачу, когда АМА. Да, про слово ИЛИ, да? Да. А там мы помним, что три. А там три. Когда я ставлю другую А туда, то мне тоже надо решить задачу про три. Да. Ну и. Получается, мне кажется, шесть. Не кажется, а так и есть. Шесть. Шесть. Получается, шесть. Для слова Мама шесть вариантов. Да. Почему? Сейчас. Шесть. Не совсем поняла. На самом деле тебе надо выбрать две позиции из четырех для букв М, а остальные заполнить буквами А. Да. А, да. Сейчас. Две позиции для двух букв М. Это сколько вариантов? Светлова ШЕСТЬ. Шесть. Вот. А остальные заполняют буквы А. Поняла? Так, а теперь задачу немножко изменим. Возьмем слово ИЛИ, написанное с большой буквы. Вот в начале предложения было слово ИЛИ. А, то есть буква И, и буква большая, и маленькая, и это разные буквы. Да, да, да. Тогда получается три факториала. Тогда получается шесть. Да. Заметьте, ребята, очень важная вещь. Когда вы буквы И сделали разными, количество вариантов от этого что сделало? Увеличилось. В сколько раз? В два. Слово, в котором разные буквы И. И большое, дальше Л, дальше И маленькая. Сколько вариантов? В сколько раз увеличилось, да? В два раза увеличилось количество вариантов. Понял, Коя? Да. А теперь берем слово МАМА, начинающееся с большой буквы. Там сколько будет вариантов? Тогда получается три разных буквы. Это я все понимаю. А сколько вариантов? Сейчас. Как быстро найти количество вариантов для слова М большое, А маленькое, М маленькое, А маленькое? МАМА могут стоять каким углом? Сколько вариантов для двух букв МАМА? МАМА может стоять углом. Уже решили задачу, когда все буквы маленькие были М. Может быть, 12 тоже увеличивается в два раза? Мне кажется, 12 вариантов. Две буквы М можно поставить в 12 вариантов. А остальное пространство занимает буквы А. Две буквы А. Ответ верен. Первую букву М, которая большая, ставим на любое из четырех мест. Вторую букву на любое из трех оставшихся. А остальные буквы А? Куда хочешь. Куда хочешь. Они разные. Как связаны числа 12 и 6? Она 12 в два раза больше, чем 6. Отлично. А это случайно или нет? Нет. Я думаю, не случайно. А именно? Не случайно. Сейчас. А если, например, все разные буквы, то получается 24. 24. Совершенно верно. А если, например... Если буквы А сделать разного размера, то получается 24. Совершенно верно. Опять рост в два раза. Вот это надо понять. Из-за чего так? Из-за чего? Потому что сначала, когда были две одинаковые буквы М, они не имели значения. Например, они стоят рядом. Какая на первом месте, какая на втором? А теперь стоят. А теперь имеют значение. То есть М. То есть каждый... М маленькая и М маленькая, М большая. Да. Это два разных случая. Не важно, на каких местах они стоят, но когда меняешь, там, где большая, а то есть маленькая, то... А раньше этого не было, а раньше они все были одинаковые. Отлично. Возвращаемся к Одессе. О-де-с-са. О-де-с-са. Не, А-О-де-с-са. О-де-с-са. А получилось просто 5 факториалов. Неверно. Неверно. Буквы О-де-а. Что? С там одинаковые. Значит, чтобы решить задачу, что мы должны сделать? Надо посчитать, сколько вариантов для О-де-а. Не то. А буква С занимает все остальное пространство. Все остальные места. Не то, не то. Все проще. Не то. Хотя, как вы говорите, тоже можно решить, на самом деле. Ну, мы так же решали с мамой. Ну, давайте, давайте. Сейчас. Для буквы О-де-а. Может быть, это неправильно, но мне кажется, что 360. Юля, слова «может быть, это неправильно, но мне кажется», вы думаете, что они свидетельствуют о том, какая вы вежливая и смиренная. А на самом деле эти слова, как ни странно, наоборот. Вот как вы думаете, «я, может быть, ошибаюсь», вот когда кто-то говорит. Что это на самом деле означает? На самом деле простую вещь. Что во все остальное время он считает, что то, что он сказал, это прямое слово Господа Бога. Правильно? Так сказать, вот там человек час говорил, и потом говорит, «я, может быть, ошибаюсь, но ответ, наверное, 360». Это означает, что до этого он искренне считал себя то ли напрямую Господом Богом, то ли чем-то похожим. Что до этого все его слова. Нормальный человек всегда считает, что он может ошибаться. Это страшный психологический вырх, когда человек думает, что он безупречен. Ну, это там, не знаю, бывает у больших начальников, да и то это, в общем. Ну, понятно, да? Нормальный человек всегда может ошибаться, поэтому лучше это даже и не говорить. Ответ действительно 360. Почему? Я решила, как сказала. Я посчитала количество вариантов, как могут стоять буквы О, Д, Е, А. Итак, букву О ставим на какие места? Шесть вариантов. Шесть, запомнили. Буква Д – пять. После этого буква Д на любое из пяти мест, да. После этого буква Е на любое из четырех. Шесть умножить на пять умножить на четыре. Дальше. После этого буква А на любое из трех. А буквы С, С могут быть стоять… Не могут, а заполняют оставшиеся два места. То есть надо умножить шесть на пять на четыре. Это получается 360. Отлично. Согласен, Кольца? Да, я согласен. Молодец. Молодец. На самом деле это действительно так. А вот все-таки в терминах большой и маленькой буквы можно решить или нет? А, можно. Если одно из С будет большим, то будет не 360, а 6 факториалов. А сколько 6 факториалов? Шесть факториалов – это 360 умножить на 720. Получается 720. Конечно, 720. И так и так можно считать. 720 делим на 2. 360. Поняли? Да. 50. Да. 50.